еще раз радио вместе волна 13 30 м и меня зовут майкл мелехов руководитель центра сангейтс и мы сегодня говорим о тайном и явном нашей жизни то есть нумерология в нашей жизни ну и кого бы интересовало допустим сегодняшний день можете прийти на фейсбук на страничку сангейтс радио и посмотреть сегодня описано это для тех людей которые родились 8 апреля в частности вот это 2017 года но она может быть какой-то степени похоже на число 17 и 26 число надо сказать о том что не все так просто и не все только это сатурн потому что если мы говорим о семнадцатом числе который в сумме дает тоже 8 то здесь еще идет воздействие главная цифра будем говорить все-таки сатурн две другие цифры это единица и семь это планета солнце и планета кету это ведическая терминология но какие-то качества можно сказать нептуна которые люди обладают то есть это кейчби вот это те люди которые вот что-то такое разведка там cero допустим то есть люди которые обладают качеством там не просто таких выбирают их выбирают в общем-то по действительно по определенным качествам и очень и очень тщательно все это дело проверяется и учитывается кстати поэтому еще раз это к тому что тоже надо знать какое-то значит свое получается предназначение вот скажем аркадий назови мне пожалуйста датус в дату только число своего рождения 25 вот и как раз относишься видишь talking to a devil да ты относишься как раз к этому числу которое очень и очень серьезное число это семерка то есть это те люди которые в хорошем если у них находится в хорошем положении их семерка то есть планета кету это означает что они могут быть сайт то есть может быть и не выполняет свое предназначение является вводящим и выводящим на радио вместе тебе надо быть вот работать где-то там следователем детектив но это еще раз 25 число общее это не общая еще дата это в первое но качество эти есть без сомнения то есть есть интуиция то есть можно видеть человека это нам нужно развивать кстати и тогда если мы это развиваем эти качества туда мы действуем соответствии с природой потому что есть очень серьезные нюансы когда люди люди не выполняют свое предназначение можно разобрали там несколько вариантов да так вот возвращаясь к тому случаю которую мы говорили до рекламной паузы так вот идут македонские санька идет со своим астрологом и говорит скажи мне все-таки расскажи мне мою судьбу нет не так он говорится расскажи мне свою судьбу он говорит государь этого делать нельзя нам это не положено он говорит одно ты знаешь говорит я знаю так я твой государь я тебя приказываю он отнекивался отнекивался тот настоял он говорит как ты можешь ослушаться прямого приказа своего полиповелителя можете себе представить если нам приказал ну во время войны да кто-то можете представить как ослушаться приказа это невозможно ослушаться приказа и он говорит ну если вы так наставите а в это время они уже подошли к этой башне они уже поднимаются по ступенькам высокая башня вот они уже поднялись наверх а там такая смотровая площадка откуда как раз все видно и они подходят к этой смотровой площадке подходят краю и он ему говорит меня убьет мой сын он говорит вот тут я тебя исслабил македонский ему отвечает и с этими словами ничего ты не знаешь он его сталкивает с этой площадке с этой башни и тот летит вниз естественно разбивается александр пошел спустился вниз подходит а он уже лежит при последнем издыхании и говорит ну что старик доказал я тебе а он говорит государь спросите у вашей мамы и вот когда александр пришел к своей матери и начал спрашивать выяснилось что он был внебрачным сыном этого астролога вот такая история он был не филиппович он был внебрачным сыном своего да это факт который тоже не не везде описан может быть но тем не менее это действительно факт вот поэтому астрологи то они знают но процент вероятности без сомнений есть ну а мы простые люди простые смертные скажем так и особенно нумерологии она намного проще то есть астрологи видят в своих ну там же мы знаем есть кроме планет кроме ну там есть дома в домах видны 12 домов видны наши родственники видны видны сестры братья видны как мы функционируем я вспоминаю буквально недавно ко мне обратился очень достаточно известный человек с которым мы ведем передачи тоже на радио я не буду называть естественно его имя но он обратился с таким вопросом и очень серьезный вопрос у него двое детей уже очень взрослые дети с одним он имеет контакт другим он не имеет как то и вот он имеет контакт с дочерью а сыном он вообще вообще не имеет никакого контакта то есть о чем идет речь дорогие друзья ну возьмите и теперь пересчитайте на себя это дай бог чтобы у вас было все в порядке если нет тогда вот я вам рассказываю дело в том что дети берут качество естественно своих родителей качество характера но тут есть нюансы сейчас мы о них не будем но они абсолютно другие чем родители но качество они берут то есть мальчик берет качество своего от своей матери процентов на 75 девочка берет качество отца тоже примерно процентов 75 а то и более я очень хорошо знаю этого человека который ко мне обратился я не знаю дочери впервые за все время он не вот таким вопросом обратился и я еще не делал расчет но я уже примерно представляю чем идет речь зная этого человека я могу предположить что его дочь очень и очень позитивный положительные и готова скажем жертвовать чем-то во имя кого то так скажем мальчик с которым нету контакта он взял качество своей мамы то есть если не было контакта у кого-то из нас со своими родителями ну вполне вероятно что тогда у нас будет какие-то проблемы в личной жизни то есть сына получается будет отношение со своими женщинами какие-то возможно конфликтные ситуации будут и разводы ну соответственно у девочек будет примерно то же самое особенно это очень важно по отношению к девочкам потому что первого мужчины в жизни у любой девочки это отец это не тот человек который она встретила когда взрослые так далее это тоже понятно отпечаток но все-таки это отец и вот если есть ласка забота понимание и контакт с отцом ну тогда будет все в порядке и с потом ну скажем с будущей его избранницей если же где-то есть какое-то осуждение если есть где-то какое-то недоверие то тогда очень вероятно о том что будет то же самое по отношению к его будущим поклонницам партнершам не знаю женам жене вот таким образом это надо знать существует понятие о котором мы хотели поговорить аркадий да это понятие кармы кармы да ну вот мы все время возвращаемся к этому вопросу потому что карма это что то такое непонятное в общем то для многих потому что это слово понятно не вышло из русского языка это слово санскритское и прямой перевод это причинно-следственная связь то есть что посеешь то и пожнешь ну и так далее и я недавно говорили совсем недавно вчера помню да вчера у меня была программа с одной моей знакомой очень известный тоже парапсихолог и мы беседовали по этому поводу это бумеранг знаете много есть на эту тему там притч всяких разных не буду рассказывать время займет но очень интересные вещи и это очень сложно принимать и воспринимать речь идет вот о чем речь идет о том что если мы что-то как-то кому-то сделали плохое то мы получим это в ответ когда мы получим вот я могу привести пример но относительно недавно я посмотрел мини сериал который называется people против симпсон если по-русски о джей симпсон все знают эту историю я помню вот через несколько лет после приезда я сам по телевизору наблюдал эту картину там она показана когда пустой абсолютно фривей хайвей едет один тракт за ним едет не знаю 15 18 полицейских машин вот они едут за ним и вот на каком-то расстоянии вот они все вместе приезжают туда ну и потом дальше все продолжается короче говоря речь идет о том что он убил свою бывшую жену вроде бы так и ее там любовника бойфренда причем ну как бы с одной стороны есть доказательства и чуть ли там не прямые но с другой стороны он нанял благодаря тому что он был звездой и имела очень много денег он нанял целую бригаду адвокатов и очень и очень серьезных адвокатов и они его оправдали но смотрите какая штука дело в том что после этого ну чем это все закончилось там не будем вдаваться в детали он переехал жил во флориде и его посадили в тюрьму за то что он украл в супермаркете что-то бывшая звезда которая там кумир многих тысяч десятков тысяч миллионеров украла супермаркета какую-то ерунду вот его за это посадили но номер в тюрьме кстати вот пожалуйста это пример кармы которая пришла к нему не сразу а кому-то приходят карма и вот мы беседовали с этой моей знакомой парапсихологом и она говорит очень серьезные вещи то есть речь идет вот о чем кто-то рождается сейчас дети просили ну она проживает в россии очень много детей которые рождаются они рождаются с какими-то серьезными отклонениями физическими отклонениями и конечно можно по-разному это все трактовать как что и почему это все происходит но она прослеживает поскольку она является парапсихологом она прослеживает такую тенденцию достаточно любопытную и неоднозначную безусловно потому что это же невидимые вещи то есть мы же прямых доказательств как бы не имеем а мы же привыкли все щупы трогать а понятие кармы это что-то из другой совсем оперы хотя половина мира прекрасно понимает это просто мы живем на этой части которая не принимает во внимание все эти вещи так вот это прошло определенное количество лет а вы смотрите это 90-е годы ну я уже был здесь поэтому я как бы не застал но там было разгул преступности насколько я слышал во всем случае в россии и вышлом союзе и люди криминальные разборки какие-то были постоянные то есть это сейчас это как притча во языцах это люди все это вот как бы вспоминают ну смотрите прошло то сколько лет прошло 20 лет примеру да и вот начали раздаться эти дети которые скажем так которые криминальные у них стали раздаться ну которые были вот они сегодня воплотились правильно воплотились где-то и если есть закон такой он не имеет обратной связи то есть что совершил то и получил и опять же это очень и очень непонятно но есть категория людей которые это знают и понимают то есть надо заходить вглубь и там это все анализировать и насколько это совпадает просто есть удивительные вещи которые об этом говорят то есть просто огромное количество совпадений и невозможно это не игнорировать то есть есть случаи их очень много у нас находится на нашей территории в соединенных штатах такой институт монро мы знаем где людей вводят состояние регрессивного гипноза но у нас есть и в нашей русскоязычной комьюнити кстати есть центр который этим занимаются есть специалисты действительно которые там короче говоря это то что называется реинкарнация правильное слово инкарнация на самом деле нет не реинкарнация инкарнация то есть то что находится внутри нас вот это вот скажем какая-то частица частица нас то что мы называем душой нам духом она не умирает то есть она потом перерождается и возрождается мы сейчас не разбираем вопросы эти тут это вопрос может быть и линии может быть это было запрещено хотя вот такие люди как платон декарт в общем огромное количество людей очень известных они знали они об этом говорили постоянно естественно это было принято но в 500 оператор юля по-моему он сказал о том что не ребят если значит смотрите о чем идет речь логика была железная если мы знаем о том что у нас ни одна жизнь впереди ну так мы можем делать все что угодно этого делать нельзя он сказал то есть мы должны сегодня выполнять все законы которые говорит ватикан там так далее вот неукоснительно выполнять а если мы будем экспериментировать с этим но это будет плохо поэтому короче говоря своим указом он это все дело запретил оттуда пошло о том что нет никакой реинкарнации и так далее и люди так и считают после меня хоть потом будем так говорить но в принципе для людей то ее в самом деле нет потому что если когда мы рождаемся снова и когда ангел нас бьет как бы по устам и мы забываем все то что было до нас то значит мы рождаемся первый единственный раз все равно сколько бы раз мы потом не родились но мы же уже другие мы же не знаем о том что у нас было позади мы не помним но опять же вот есть такие кто-то помнит я таких людей лично знаю которые помнят может быть и я в какой-то себе ничего то помню но есть техники специальные еще раз повторяю абсолютно официально подтвержденные задокументированные учеными о том что такой феномен если вы хотите так это назвать реинкарнация или инкарнация существует и наши прошлые жизни без сомнений есть была такая история на поле битвы опять же той самой курок шетры когда величайшее сражение в истории человечества чего тоже людям очень многие просто даже и не знают и там был эпизод когда арджуне говорят арджуна это был полководец известный военачальник вот он сражался на стороне пандоров и ему говорят если мы будем знать это называется самсара на колесо самсары то есть цепь рождения и смертей то есть мы должны через это проходить но кто-то может вырваться из это ну скажем будто да вот он вырвался из этого он стал и на лайк есть еще люди которые могли или аватары неважно то есть сегодня если вы этого не знаем это не значит что этого не существует но дело в том что когда мы рождаемся тот стресс который получаем момент рождения не позволяет нам помнить наши прошлые жизни но рождаемся мы с качествами нашей прошлой жизни об этом то и идет речь когда самого начала возвращаясь к истокам нашей передачи когда мы говорим о нумерологии в частности мы говорим о повторяю дате нашего рождения нет точнее да когда не то день когда мы родились а именно то число когда мы родились это именно мы живем с нашим предыдущим воплощением по-другому быть не можем а а как вот еще раз я ну не классе квалифицирую себя как скажем нумеролога я да я разбираюсь да это мне помогает да иногда я делаю действительно консультации но я был свидетелем того что из тех многих консультаций которые все-таки сделал или мини консультации которые делал ну наверное 95 процентов были абсолютно правильно то есть это же дикий процент попадя от попадания это же не то что там теория вероятности красная черная и сколько там раз она может быть нет если это регулярно попадает туда просто люди есть которые это понимают люди есть которые не то что верят они не хотят на себе испытывают превратности судьбы и в этом случае тогда они функционируют именно с этой позиции знаете сказать верю или сказать не верю это две большие разницы правильно то есть сказать не верю это взять на себя право сказать о том что я знаю больше ты про я не верю на каком основании scal mercy не верю в сcho а человек который говорить верю он поверил и начал делал это все проверил работал вот не работает он говорит я не верю потому что я проверил но если ты не проверил как то может бы еще я не верю а вдруг да вдруг ты ошибаешься то есть это чревато какими-то последствиями как я понимаю еще раз как я понимаю Ну, это опасно, я бы так сказал. Сказать я не верю. Но право у нас такое и есть. Ну, я, например, верю. Лично я, я не номеролог, но по номеру счета я приблизительно определю социальный статус человека. По номеру его банковского счета я определю его статус. По номеру? Или по количеству того, что находится внутри этого? А это дальше, что я сделаю с номером счета? Ага. Ну, да, так вот мы можем, кто-то может. В этой степени, в этой степени номерологию я понимаю. Аркадий, ну так я в самом начале сказал, ты же родился 25 числа, а ты же сайгик. Поэтому, естественно, ты можешь определить по номеру счета статус. Но на самом деле я знаком с очень известными людьми. Кстати, у меня в мае месяце будет выступать известный человек Рами Блэк. Он многим известен, да? И вот он говорит, у меня есть очень и очень серьезные с номером счета, очень серьезные люди, бизнесмены, миллиардеры есть. Но вы знаете, они глубоко несчастливы. Я вам могу привести очень много примеров, но, к сожалению, уже время. Нету на приведение этих примеров. Дорогие друзья, давайте мы будем заканчивать одну нашу программу. Мне уже показывают выводящий из эфира Аркадий Зиммерман о том, что пора. Пора. Меня зовут Майкл Меликов. Мой телефон, если кто-то захочет, 847-226-9956. Спасибо большое. Аркадий, спасибо. Спасибо. Руководство радиоакции. Всегда интересно. Выражаю свое глубочайшее уважение и признание за то, что мне позволительно выйти в эфир и дать какую-то информацию. Как мы с ней будем работать, это дело наше. Надеюсь, вам это понравилось. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok